Типы мужчин, с которыми стоит избегать отношений. Вот он любит мамочку, с ней общается, ой, как мило, ой, как прекрасно, ой, как замечательно. Значит, он и обо мне так будет заботиться, и меня так будет любить, его же мамочка научила любить женщину. Ой, я его покрыти, к воле он изменился, ой, я вот так ему пальчиками им вожу, и он все, ой, какой он весь такой управляемый. Они уже там первое, второе, третье свидание, уже все, и замуж зовет, и детей хочет, и обещает золотые горы. То есть многие женщины сами и рады, что им эту лапшу вешают. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, и обязательно смотри это видео до конца, и обязательно перешли это видео подружкам, дабы обезопасить их. Первый тип мужчин – это такие экземпляры, которые не завершили отношения с бывшими. Недавно был разбор в Инстаграм, где девушка говорила, что мужчина ко мне, у нас реальные отношения, у нас все реально круто, и более того, уже больше года встречаются, и мужчина зовет замуж, и в принципе все круто. Но есть один нюанс, который смущает, смущал эту девушку, это то, что мужчина продолжал общение с бывшей. То есть была какая-то связь с бывшей девушкой, при том, что с бывшей девушкой не было никаких детей, ни ребенка, ничего. Как она не старалась с мужчиной говорить, он это, ну, какие-то придумывал отмазки. Да, все нормально, мы просто общаемся, мы просто друзья и так далее. Я смотрю, что эта эпидемия все больше распространяется, какие-то странные мужчины, которые, знаете, они могут на свиданиях вспоминать бывшую Петю Дифферамбы, какая она классная. Часто такие мужчины могут в отношениях, там, жену сравнивать с бывшей женщиной. Я считаю, что это нездоровая позиция, что такие мужчины нездоровы. Но есть одно исключение, когда действительно с бывшей девушкой, с бывшей женой есть общие дети. Понятно, что там взаимосвязь должна быть, но опять же, это не значит, что у них должны быть отношения с бывшей девушкой или какое-то общение. Там должно быть какое-то общение по делу. А какое дело? Конечно же, общий ребенок, кровинушка, за которую этот мужчина должен нести ответственность. Это абсолютно нормально, и если ты выбираешь мужчину, у которого дети от прошлого брака, это само собой, что он какое-то время будет уделять ребенку. И не стоит к этому ревновать, и более того, это знак, что этот мужчина действительно ответственный. Следующий тип мужчин, это которые любят мамулечку. Обожают свою мамулечку, не могут жить без мамулечки. И знаете, неопытные девушки, они даже на это очень ведутся. Они прям, для них это большой плюс. Вот он любит мамочку, с ней общается, ой, как мило, ой, как прекрасно, ой, как замечательно. И она думает подсознательно, да? Значит, он и обо мне так будет заботиться, и меня так будет любить. Его же мамочка научила любить женщину. Вы спрашиваете, Ярослав, что делать с мамик и сыночком? Он без мамочки никуда. Мамочка влазит в наши отношения, его мама везде. И когда я пытаюсь с ним об этом поговорить, то он воспринимает штуки. Потому что, как бы, это же мама, это же святое. Когда женщина пытается поговорить про маму, такое ощущение, он воспринимает это как в штыки. Как будто претензии к нему. Если мужчина любит маму, уважает маму, это прекрасно. Крайность, когда мужчина становится, ну, когда мужчина маменькин сынок, это жесть. И эта жесть часто, в большинстве случаев, она в принципе неисправима. И, конечно же, есть и другая сторона, когда мужчина, у него на маму обиды, претензии, у него прям ненависть к маме, это тоже нездоровая история. Но, как минимум, пожалуйста, не нужно записывать в большие плюсы супер тесное общение с мамой. Это, скорее, важный звоночек. И, конечно же, зачастую в этом виновата сама мама, потому что она глобально, эмоционально, психологически, она замужем за сыном. И она специально, как бы это, ну, как неосознанно это так делает, как бы держит сыночка возле себя. Конечно же, ей его жалко. Конечно же, это все называет любовью. Но на самом деле это не так. А знаете, по моим наблюдениям, какие девушки, как бы, притягивают мамикиных сыночков? Объясню. Это те девушки, которые любят послушных мужчин. Ой, какой послушный. Ой, какой податливый. Ой, я его покрытию. Квала, он изменился. Ой, я вот так ему пальчиками им вожу, и он все... Ой, какой он весь такой управляемый. Но она вступает в эти отношения, а потом она узнает важную новость, что есть еще более влиятельная женщина в жизни мужчины. И нет, это не она, а, конечно же, мамочка. Поэтому я считаю, что если мужчина послушный, это скорее минус. И при этом нужно понимать разницу. Послушный мужчина и слышащий мужчина. Это разное. Я не говорю, что мужчина должен не слышать женщину или наплевательски относиться к ее желаниям. Но чтобы слышать женщину и быть внимательным и чутким по отношению к ней, не обязательно быть послушным. Это разное. И послушные обычно это маменьки и сынки. И причем поразительно, что при этом маменьки и сынки бывают достаточно успешны в карьере, достаточно успешны в бизнесе. Но мама имеет очень сильное влияние. Следующий тип мужчин. Это, конечно же, которые... Они уже там первое, второе, третье свидание уже все. И замуж зовет, и детей хочет, и обещает золотые горы. И весь, ну просто... И это может быть на первом, на втором, на третьем свидании. Я считаю, что в больш... Да, я знаю, что среди таких мужчин есть и нормальные. Но в большинстве случаев это нездоровые мужчины, это немножко больноватые мужчины, либо мужчины-сказочники. У них есть убеждение. Так, чтобы мне с этой женщиной что-то получить, мне что нужно делать? Конечно же, разговаривать про отношения. Конечно же, обещать отношения. И сами женщины, многие сами хотят, чтобы им эту лапшу вешали. То есть, ей кажется, если мужчина не разговаривал на свидании про отношения, значит, несерьезные. Если он не задавал серьезные вопросы, если он не упоминал семью, если он не упоминал тему отношений, значит, наверное, несерьезные. То есть, многие женщины сами и рады, что им эту лапшу вешают. И часто за такими, кстати, мужчинами скрывается тирания. Вот эти мужчины, которые супер космически ухаживают, не всегда, но часто за такими мужчинами скрывается тирания, которая говорит, ну я же тебе все даю, я же тебе все делаю, теперь ты должна быть какой-то там послушной, делать, как я говорю, у тебя же все есть. Но те, кто сталкивались, те понимают, о чем я. Поэтому третий тип мужчин, это вот такие герои-завоеватели, герои-желатели отношений, которые говорят, ой, я нагулялся, теперь хочу серьезных отношений. Это не значит, что от них нужно бежать, просто это звоночек, звоночек, будь более внимательным. Вообще ты можешь общаться, ты можешь взаимодействовать с мужчиной, общайся, не значит, что его нужно сразу блокировать. Но просто будь, не то чтобы даже осторожно, просто будь внимательным. Внимательно. Четвертый тип мужчин, это те, кто плохо отзываются о бывших, о бывшей, а может быть о бывшей жене, с которыми есть дети. Какая бы ни была бывшая, плохая, ужасная, адекватная, неадекватная, красивая, некрасивая, не имеет значения. Нормальный мужчина, здоровая личность, он с уважением относится к прошлому. И он не будет критиковать, не будет говорить плохие слова по отношению к прошлому, по отношению к бывшим женщинам. То есть он либо никак не будет говорить про бывших, либо может сказать, ну у нас там что-то не получилось, мы не нашли общий язык, наше видение разошлось, мы расстались. Но при этом я благодарю эту женщину за проведенное время, какую-то совместную жизнь, за ребенка и так далее. И кстати, женщины точно так же. Нормальная женщина никогда не будет критиковать, ну особенно открыто критиковать бывших мужчин. Критиковать бывшим мужчину, какой бы он ни был, злой, плохой, агрессивный, бедный, слабый, какой бы он ни был, она также, нормальная женщина будет, ну либо никак не говорить о прошлом, либо относиться к этому с уважением. И если ты ноешь о прошлом, но критикуешь бывших в присутствии каких-то мужчин, то для мужчин твой уровень понижается в их глазах. И если ты вдруг это делаешь, хотя я понимаю, что это конечно же не про вас, вы такого не делаете, но если вдруг ты таких девушек знаешь, ну как бы им намекни, перешли может быть видео подружки, знакомые, которые есть. И тоже предупредить, что это видео в принципе не про тебя, ну как бы просто послушай, может чем-то будет полезным. Если для тебя важно еще больше разобраться в типах мужчин, как по-настоящему выстроить классные достойные отношения, без драм, без манипуляций, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как перезагрузить непонятные отношения и много чего другого полезного, важного и интересного, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях вопросы, ответы на которые ты будешь слышать и видеть в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!